Я приветствую вас в день памяти Владимира Ильича Ленина. Главным памятником Ленину является великая советская эпоха, ленинско-сталинская модернизация, которая распавшаяся империю собрала единое советское союзное государство. Всем казалось, что уже Российская империя, сгоревшая в Первой мировой войне, не прекратила свое существование, но лишь воля Евгении Ленина, который сумел собрать страну под лозунгами, связанными с уважением к человеку труда, достоинства, равенства, справедливости и братства. Я считаю, что мы все обязаны в своей тысячелетней истории ленинской эпохи. Ленинская эпоха открыла новый мир, который, по сути дела, сумел поднять страну к высотам космоса, высотам победы в мае 1945-го, обеспечить достойную жизнь каждого гражданина. Люди старшего поколения помнят, что в советскую эпоху, по сути дела, в стране не было нищих и бедных, жили достойно, трудились достойно, учились бесплатно, лечились тоже, и страной считался весь мир. По всем основным показателям, советская страна, рожденная ленинским гением, была и входила в первую тройку самых сильных, самых безопасных, самых умных и самых образованных государств. Сегодня в стране 22 миллиона нищих, и бедность стала визитной карточкой нынешней власти. Раскол общества достиг колоссальных размеров, когда 30% собственности захватили долларовые миллиардеры и 60% долларовые миллионеры, на всех остальных граждан страны остались рожки-доножки, не гарантированно ни безопасности, ни нормальной учебы, ни достойного лечения. Поэтому наша команда предложила стране выход из ситуации, и прежде всего выход в ходе предстоящих президентских выборов. Хочу сказать, что советскую страну колотили, ни с советской страной не справились, ни фашистские орды, ни американские ракеты. Советскую страну разрушали антисоветизмом, национализмом, и пятой колонной, которая предала все лучшее, что было в нашей эпохе, навязывает так называемый свободный рынок, которого нет давно в мире, что привело к катастрофе 1991 года. Мы предложили реальную программу «20 шагов достойной жизни Грудинина Павла Николаевича». Мы демократично выдвинули этого талантливого руководителя на своих съездах и встречах. Более сотни организаций патриотической, национально-патриотической, левой ориентации, единый объединенный фронт левых сил выдвинули Павла Николаевича и продолжаем достойно вести свою выбранную кампанию. Уверяю вас, что наш кандидат получит общенародную поддержку. Мы заинтересованы все в этом. И никакие происки, лживые, всякие байки не помешают нам. У нас хватит мудрости, воли для того, чтобы исплотить трудовой народ и обеспечить достойную жизнь каждому человеку. Павел Николаевич, хочу предоставить слово. Ну, вообще-то я директор совхоза имени Ленина. И этим все сказано. В этом году, 10 ноября 2018 года, будет 100 лет, как совхоз имени Ленина вырос, то есть родился и стал вот таким успешным предприятием. И появление совхоза имени Ленина произошло благодаря Владимировичу Ленину. Он ехал вот из Кремля в горки Ленинские, остановился и объяснил крестьянам, что лучше работать коммунной. И после этого хутор Ленина, а потом совхоз имени Ленина работает. И мы своим трудом доказываем, что идеи Владимира Ленина это идеи, которые позволяют людям развиваться, получать бесплатное образование, бесплатную медицину. Мы 10 лет назад поставили еще один памятник в 2008 году. памятник человеку, именем которого назван нас совхоз, Владимировичу Ленину. И не жалеем ни секунды, что мы не переименовались. Хотя очень много было предложений от власти переименовать совхоз в другое какое-то хозяйство. Но те идеи, которые Владимир Ленин выдвигал, ради которых погибли очень много наших соотечественников, те идеи, они захватили весь мир. Вы знаете, что самая цитируемая, самая переводимая литература, кроме Библии, это труды Владимира Ленина. И у нас тут один политик недавно хотел поговорить с Махатма Ганди. Так вот, Махатма Ганди сказал, что это титан мыслей. Владимир Ленин, это титан мыслей. И его идеи, они захватили большую часть мира. Во многом, то, как сейчас живет трудовые люди в Европе, в крупнейших развитых странах мира, это все благодаря идеям Владимировича Ленина. Поэтому для нас это всегда праздник. Мы и через 100, и через 200 лет с именем Лениным будем работать на нашей земле и делать наше общество справедливым. А мы от них не отходили. Вы же посмотрите. Бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, помощь старикам и детям, это все идеи Ленина. Вы знаете, что в 1920 году сюда приехал такой фантаст Герберт Уэллс. Так вот, через 14 лет, когда он вернулся, когда он вышел от Ленина в 1920 году, он сказал, что это кремлевский мечтатель. А через 14 лет он убедился, что всеобщее образование, всеобщая индустриализация, идеи Ленина в новой экономической политике, которую мы сейчас предлагаем через 100 лет, это все идеи, которые были через 14 лет реализованы. Вы знаете, что сейчас очень актуальны вот эти лозунги. Вся власть советом, миру мир, заводы рабочим, а землю крестьянам. Вы посмотрите, через 100 лет опять эти лозунги выдвигает Комиевская партия Российской Федерации.